Несчастный случай на озере Шалкар. ВАЗ-2110 провалился под лед, а вместе с ним утонул 52-летний мужчина. Двое смогли выбраться на берег. Сегодня с 10 утра на улице Улиханово было затруднено движение транспорта. Причиной километровой пробки стали ремонтные работы. Минторговля заявила о снижении уровня инфляции и о дальнейших мерах по недопущению роста цен. Как работает и что предлагает октябрьский стабфонд. Нечистоты растекаются по улицам и вот-вот зальют дома. В нашу редакцию обратились жители Курайли. Ассенизаторы перестали выполнять свою работу. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте! Накануне на озере Шалкар произошла трагедия. Легковой автомобиль ВАЗ-2110 провалился под лед, а вместе с ним утонул 52-летний мужчина. Двое мужчин смогли выбраться из утонувшей машины и выбраться на берег. Спасатели напоминают, безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров на одного человека. Не менее 25 сантиметров для организации массовых, спортивных и праздничных мероприятий и автомобильных переходов. При нахождении на льду не допускается выходить на тонкий лед и неокрепшие участки льда. Движение транспорта В общей сложности было задействовано 3 единицы спецтехники и 5 человек-специалистов. Первый раз вижу, что такое пробок. До Нового года было, а после Нового года я его сегодня первый раз вижу. Нет, там же закрыта, поэтому, наверное, такая пробка. У нас же два взяла. А тут два, да? Да, да. Как часто вообще пробки бывают по этой дороге? Часно, да. Вообще? Да, да. Ленты не могут столько обстрелить? А? Да, да, да. Сколько? Сколько? 8 вен. Евгений Борщ, программа «Факты». 100 новых автобусов планируют закупить в этом году ТО «Автопарк». На сегодняшний день в фирме обслуживают 21 регулярный маршрут города. Это в среднем 143 автобуса в сутки. На сегодня ситуация с общественным транспортом в Ак-Тубе стабильна. Курсированием автобусов опрошенные горожане довольны. Это относится как к маршрутам, лежащим по основной части города, так и ведущим в периферийные районы. В принципе, неплохо, но бывают моменты, конечно, особенно час пик или не перегруженные. Есть некоторые маршруты, автобусы неудобные. Например, первый, раньше вот эти белые автобусы ходили старые, как-то более посвободнее было. А сейчас там вот это зеленые маленькие автобусы ходят, как-то во все, ну, особенно в задней части, сами знаете, наверное, ездить проходилось очень неудобно. А так, в принципе, таких сильных, как бы, претензий нету. Вроде бы, как бы, нормально. Какие маршруты не устраивают? Устраивают. Я сам живу в Сити, но до работы добираюсь на 51А. Вполне устраивает, потому что там до работы остается всего 5 минут ходьбы. Побольше таких маршрутов, которые без пересадок можно добраться, особенно в такой сезон холодный. Едем раз в месяц и все. На каком маршруте? На 49-м. И как он маршрует? На данный момент нормально. С задержками ходят? Сейчас каждый час ходят, все хорошо. 49-й. Это вы куда едете? Поселок Бехлубова. И там как загруженность, там места есть, где сидеть стоять? Да, обязательно. Сейчас каждый час ходят, все стабильно, нормализовалось. По данным сотрудников ТО «Автопарк», они планируют закупить новые автобусы марки «Гетонг» отечественного производства. Уже заключен контракт на приобретение 30 автобусов. На данный момент производится их сборка. Поставка ожидается в ближайшие полтора месяца. Далее в течение года планируется закупить еще 70 автобусов аналогичной марки. Так как сумма покупки значительна, то финансирование будет происходить из средств Фонда развития предпринимательства. На данный момент проводится согласование документов по данному проекту, заключили в компании-перевозчике. С этого года сотрудники налоговой службы начинают проверять мобильные переводы предпринимателей на предмет получения незаконных доходов. О наказании провинившихся необходимости оформления ЭП таксистам и волонтерам и многом другом рассказали сегодня специалисты областного департамента госдоходов на брифинге в региональной службе коммуникации. В налоговой говорят, что проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. При этом они не смогли ответить на вопрос журналистов, а не нарушает ли это политики конвенциальности между банком и их клиентами. Таково поручение правительства, говорят сотрудники департамента госдоходов. Они вновь успокоили граждан, что государство не будет проверять все мобильные переводы. Под критерий проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. Если такой факт подтвердится, то провинившийся должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Некоторые предприниматели отказываются от принимать оплату безналичным расчетом. Сейчас начали требовать оплату только наличными. Насколько это законно? Согласно нормам закона Республики Казахстан о платежах и платежных системах, предусмотрены различные способы оплаты банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. На первый раз предупреждение, на второй раз при повторном нарушении штраф в размере 40 МРП. Получать деньги за свои товары или услуги предприниматель должен с применением контрольно-кассовых аппаратов, посттерминалов и QR-кодов, предъявляя фискальный чек. Бурю возмущения такое решение вызвало у таксистов. Спикеры брифинга им ответили, что теперь всем, кто занимается частным извозом, необходимо регистрировать ИП и принимать оплату через кассовые приложения на телефоне. Частным перевозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. Вначале это сделать можно через мобильное приложение ЕСАЛХ бизнес, ЕГОФ мобайл, либо некоторых банков второго уровня, то есть Каспий банк, Народный банк, Банк Центр Кредит. При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь только смартфон. 946 таксистов сейчас официально зарегистрировано в нашей области ККП добавили на брифинге. В качестве другого примера была приведена ситуация, когда человек занимается сбором денег для волонтерских фондов или фондов школ и других организаций. В таких случаях число мобильных переводов у него также будет зашкаливать и может перевалить отметку в 100 переводов за месяц три раза подряд. Он тоже подпадает под налоговую проверку и должен предоставлять удостоверяющие его деятельность документы. Все озвученные нововведения пока никак не отражаются на настроении потребителей. Я не знаю, я пенсионер и работаю продавцом. Раньше я принимала на свой счет переводы и потом переправляла. Сейчас... Бывает такое, что нет возможности мобильным переводом платить, потому что продавцы отказываются? Да, бывает. И как вы реагируете, что делаете? Нет, наличка нет у меня с собой постоянно. Всегда карту с собой. С карты у меня оплачивают. Вы сейчас в магазинах часто видите, что нет мобильных переводов? Только... Да, QR и все. А то, что ни QR, ни Каспи нету, только наличка. Такое вы видите часто? Да, нет, не вижу. Большинство горожан уже давно расплачивается в магазинах переводами или по QR-коду. Установив в своих предприятиях банковские терминалы для приема оплаты, предприниматели будут вынуждены перечислять банкам процент с продаж, а также постоянно платить за обслуживание самих кассовых аппаратов. В убыток себе работать никто не хочет, поэтому и цены на услуги и продукцию начнут расти еще активнее. В результате главным пострадавшим станет все равно потребитель. Влад Рогушев, программа «Факт». В Отечественном министерстве торговли отмечают, что на фоне общего уровня инфляции в 9,8% цены на продукты в стране стали расти медленнее. Перед правительством теперь стоит задача снизить имеющийся уровень инфляции до 6-8%. О том, как сейчас обстоят дела с ценами на продовольствие на актюбинских рынках, узнавала Тамериз Жумабаева. Актуальным вопросом остается стоимость продуктов питания. Люди только-только отходят от новогодних закупов, где, будучи в безвыходном положении, покупали подорожавшие яйца, фрукты и другие продукты. Сейчас же на коммунальном рынке нашего города стараются стабилизировать имеющиеся цены. Продавцы отмечают, что здесь можно купить продукцию из стаб-фонда по самым низким ценам в городе. В неделю где-то 2,5-2 тонны картошки мы продаем. Еще дешевле на 2 тенге. В том году 74 тенге продавали, до мая месяца продавали. Надеемся, что хватит до мая месяца, потому что люди спрашивают и по качеству тоже отличная картошка. А вот с наступлением нового года, под Новый год, перед праздниками было изменение цен? Не было? Ну, фрукты немножко были подороже, но мы не поднимаем цены. С стаб-фонда вам только овощи, да? Овощи и вот гречка, да, крупы гречка 288 и рис 462, лидер, тоже хороший. Сейчас в социальном магазине можно купить ряд позиций продуктовой корзины по следующим ценам. Килограмм картофеля можно купить по 72 тенге, лук по 85 тенге, морковь по 100 тенге и капусту по 84 тенге. Наряду с этим есть запасы круп. К примеру, гречка продается по 288 тенге за килограмм, а рис по 462 тенге. Мы всегда сюда на рынок приходим и покупаем овощи и фрукты. Качество радует, так как все свежее и испорченных товаров нет. А цены намного ниже, чем в супермаркетах. Например, здесь сами выбираем, взвешиваем и покупаем. Из стаб-фонда на рынок еженедельно поступают партии овощей. Сейчас идет процесс заключения договора на закуп подсолнечного масла. А пока на складах стаб-фонда имеется 7500 тонн картофеля, 1100 тонн лука, 1570 тонн моркови, 1271 тонна капусты, 340 тонн риса, 30 тонн гречки и 300 тонн сахара. С нами в рамках проекта формирования и использования стабилизационного фонда Октябрьской области были проведены следующие работы. Были законтрактованы с местными товаропроизводителями. Следующие виды продукции – это картофель в размере 4300 тонн, лук 835 тонн, морковь 1027 тонн, капуста 1100 тонн. А также дополнительно было закуплено для стабилизационного фонда рис в количестве 340 тонн. Также ведутся работы по закупу подсолнечного масла. Данный вопрос на сегодняшний день прорабатывается. В дальнейшем планируем закупить порядка 100 тонн подсолнечного масла. Чтобы удержать инфляцию в 2024 году в рамках 6 или 8 процентов, в отечественном Минторговле рассчитали специальные индикаторы цен на социально значимые товары. Будет учитываться специфика каждого региона страны. Данные гласят, что в стране запасы овощей на зимний-весенний период этого года имеются в объеме 174 тысячи тонн. Темирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Нечистоты растекаются по улицам поселка Курали. В нашу редакцию обратились жители села с просьбой помочь им решить их проблему, которая длится с конца прошлого года. Просим, чтобы Акимат обратил внимание на то, что происходит в этих домах. Канализация не работает. Кто выиграл центр или еще не выиграл центр, мы просим их поторопиться с этим вопросом. Это улица Женис в поселке Курали. Данная проблема беспокоит сельчан с 31 декабря. Они боятся, что если не решить эту проблему быстро, то в скором времени отходы будут стекаться в их дома. Мы жители Курали. По улице Женис у нас есть двухэтажные дома. Три дома. То есть до этого у нас никакой проблемы не было насчет канализации. С субботы начиная эта канализация у нас пошла вся наружу. То есть все фекалии, вы понимаете, да, разливалось все у нас по дворам, сзади дома. В квартирах дышать нечем было. Прямо запах стоял ужасный. Вчера мы начали уже с соседями, со всеми звонить контролеру. Контролер не брал трубку, звонить в Акимат. Акимат не брал трубку. Начали звонить 109. Ранее жители обращались по номеру 109. Однако сотрудники единой диспетчерской службы сообщили жильцам, что на соответствующее обслуживание их район не приведен тендер. А действие прежнего договора закончилось. Однако спустя некоторое время в поселок все же приехал один осенизатор, который откачал нечистоты только частично. Канализационные сети поселка Курайли не подключены к централизованной системе канализации города Ак-Тюбе. Представляют собой автономную канализацию для группы домов. Количество подключенных домов – 45. Канализационные линии поселка Курайли на балансе АО «Ак-Тюбе-Су-Энерджи-Групп» не состоят. Полносодержателем является государственное учреждение отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Ак-Тюбе. Обслуживание канализационных сетей производится в рамках договора между отделом ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Ак-Тюбе и АО «Ак-Тюбе-Су-Энерджи-Групп». Срок действия договора на обслуживание объектов ЖКХ и СЕК. По словам сотрудников Центра по связям с общественностью, поселок Курайли не подключен к централизованной системе канализации Ак-Тюбе. Однако в дальнейшем планируется продлить договор на соответствующее обслуживание на текущий год. Евгений Борщ, программа «Факт». Ак-Тюбинские бизнесмены могут рассчитывать на бесплатную поддержку при сдаче налоговых деклараций, бухгалтерских отчетов и в решении юридических вопросов. В региональной палате Атамикен в ушедшем году в этой сфере оказали 1231 сервисную услугу. У любого, особенно начинающего предпринимателя, могут возникнуть трудности с заполнением документов или при составлении бизнес-плана. С такими вопросами в палату Атамикен в прошлом году обратилось большое количество бизнесменов. 14 тысяч человек получили консультации. В результате решения вопросов 380 действующих субъектов бизнеса получили льготное финансирование на общую сумму 4 миллиарда тенге. Также было открыто 360 новых субъектов предпринимательской деятельности. Все это делается для упрощения жизни предпринимателей. То есть, чтобы они не бегали по банкам, по различным, узнавая там и там по крупицам информацию. То есть, здесь доказ полный перечень услуг. Также любой предприниматель может прийти и мы поможем сдать налоговую декларацию, сдать статистический отчет, написать бизнес-план, открыть ИП, ТО, правильно это все юридически оформить. И еще раз хочу напомнить, что это все бесплатно. Желающих открыть свое дело здесь могут обучить АЗАМ, начиная от идеи разработки бизнес-плана, продолжая открытием ИП и оформлением соответствующих документов. По подсчетам специалистов Палаты Атамикен, самым распространенным вопросом при обращениях является введение налоговой отчетности. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Экстремальная ситуация со счастливым концом. Пассажирка поезда Алматы Ак-Тубе родила ребенка прямо в пути. Айнагуль Тлеубергенова, будучи на последних сроках беременности, ехала со станции Тогыз в Ак-Тубе. Когда начались схватки, проводники вызвали скорую на ближайшую станцию Жем. Но девочка появилась на свет раньше. Проводница поезда Галия Кабдрахманова оказала роженице необходимую помощь. Мама с ребенком доставлены в родильное отделение. Их состояние удовлетворительное. Вес новорожденный 3,7 кг. Девочка уже получила имя Маляка. Она стала шестым ребенком в семье, которая проживает в Шалкаре. За последние три года это уже 11-й случай, когда дети появляются на свет в поездах АО «Пассажирские перевозки». Кастак передает президент Казахстана Касым Жемар Токаев. Подписал указ о создании города Алатау, сообщает пресс-служба Акурды. Отнести из села Житуген Ильисского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау. Говорится в подписанном сегодня указе Токаева. В продолжении смотрите новости республики. Тело убитой девочки Карины Дорохиной и Столдокургана нашли в горах близ Текили, передает Кастак. В настоящее время уголовное дело о пропаже несовершеннолетней переквалифицировано на статью убийства. 14-летняя Карина Дорохина пропала в начале ноября. Только после предания огласки этого случая полиция приступила к ее поискам. По подозрению в причастности к исчезновению дочери задержали ее мать, по словам которой они с мужем закопали тело девочки в снегу. До провалившегося в воронку автобуса со спасателями остается более пяти метров. Но говорить о сроках, когда его достанут, пока рано, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Црым Шеребханов. «Самое главное – обеспечить безопасное производство работ. Мы не будем останавливаться и должны достать автобус со спасателем и водителем», – сказал Шеребханов сегодня на брифинге в правительстве. Сейчас на месте работает тяжелая техника. В ночь на 4 января вблизи шахты Майкаинского рудника вычистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. В числе арестованных по делу о взрыве на шахте имени Костенко находится гендиректор Арселор Митл Тимиртау Владимир Яблонский. Ответственные за трагедию не рядовые сотрудники – это инженерно-технический персонал. «Мы определили 28 человек. Материалы переданы в следственные органы. Суд определит степень их вины», – сообщил министр ПЧС Сырым Шеребханов сегодня на брифинге в правительстве. Водитель автобуса по делу о смертельном ДТП допрошена как свидетель. По версии полиции, 22 декабря пассажир начал ссориться с водителем и ударил ее. Женщина потеряла сознание, и неуправляемый автобус сбил людей возле остановки и столкнулся с другими автомобилями. Три человека погибли, четверо были госпитализированы. Напавший на водителя автобуса арестован. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1674 случая заболеваемости корью, сообщила министр здравоохранения Ажар-Генияд. Глава правительства Алихан Смаилов назвал эту вспышку кори самой крупной за последние 10 лет. На конец минувшего года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори. 80% приходится на детей до 14 лет. Порядка 700 тысяч детей до 6 лет уже получили прививки. Почему в Казахстане не обязуют вакцинировать детей, пояснила министр здравоохранения Ажар-Генияд. На сегодня около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез. В связи с этим Минздрав с акиматами планирует проводить дополнительную вакцинацию детей, пропустивших плановые прививки. По словам министра, рост заболеваемости напрямую связан с введенными в 2015 году нормами закона, позволяющими родителям отказаться от вакцинации детей. В результате за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. ОРД, грипп, корь. Эти заболевания чаще всего регистрируют сейчас в городских поликлиниках. Врачи дают рекомендации о сохранении здоровья в зимний сезон. В Назарбаев интеллектуальной школе начался прием документов от учащихся 6-х классов. Подать заявку на бесплатное обучение можно до 10 февраля. Что дает занятия танцами и почему этот вид искусства уже тысячи лет остается одним из самых популярных в мире? Сегодня Международный день хореографа. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на rikotv или баннера в газете Эврика. Все что нужно навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Продолжим новости. Зимой в городские поликлиники ежедневно обращаются пациенты, которые жалуются на недомогание, температуру, а сейчас еще и корь. Коревая инфекция стала частым явлением среди актюбинцев. Только в КДП номер 2 этот диагноз ежедневно ставят пяти обратившимся. На фоне ОРВИ сезонного гриппа коревая инфекция сейчас стала самой распространенной. Появляется она чаще у детей. Симптомы могут быть такими же, как и при обычной простуде – кашель, чихание, слабость и температура. Эта инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, опасна и может быть смертельна. И сейчас при поликлиниках работают фильтры, в которых врачи обследуют пациентов на наличие заболеваемости. С октября месяца мы наблюдаем значительный прирост заболевания корью. С 2019 года у нас работает фильтр, куда мы принимаем пациентов с разными симптомами. Людям нужно быть бдительными, так как малейшие симптомы в виде температуры, кашля, чихания могут быть признаком инфекционного заболевания. Как сообщила врач общей практики при КДП номер 2 Назира Куатова, с начала этого года в день к ним фильтр обращается 25-30 человек. В среднем у четырех или пяти из них по результатам анализов обнаруживается корь. С легкой формой коревой инфекции пациент отправляется на амбулаторное лечение, а с более тяжелой формой человек лечится в стенах сационара. Медики отмечают, что профилактические методы важны. Чтобы оградить себя от инфекции в общественных местах, рекомендуется носить медицинские маски, дезинфицировать руки. Также нужно проводить осмотры участкового врача. Томирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». За минувший год в Актюбе было чипировано более 6 тысяч животных. Об этом сообщили специалисты управления ветеринарии Актюбинской области. С начала 2023 года по настоящее время по области в пункт временного содержания доставлено 5136 голов собак и 470 голов кошек. В настоящее время все стерилизованы, вакцинированы и вывезены в прежнюю среду обитания с занесением данных в информационную систему тамба. То есть 5136 голов собак и 470 голов кошек, бродячих, именно бродячих, кошек и собак вакцинированы, стерилизованы и прочипированы. Чипировать своего домашнего питомца можно в любой государственной ветеринарной клинике. Стоит такая процедура 750 тенге. Однако в частных клиниках цена может достигать 2500 тенге. В минувшем году по городу было чипировано 740 кошек и 5350 собак. В Назарбаев интеллектуальной школе начался прием документов от учащихся шестых классов. Подать заявку на бесплатное обучение можно до 10 февраля. Назарбаев интеллектуальная школа города Актюбинской области объявляет о приеме документов для учащихся шестых классов. Процесс приема продлится с 8 января по 10 февраля текущего года. Необходимые документы, копия табеля успеваемости президента за первое полугодие шестого класса. Документы должны быть заверены подписью директора и скреплены печатью соответствующей организации образования. 9 января отмечается Международный день хореографа. Танцевальное ремесло доступно каждому, но далеко не каждый способен отточить эти навыки до совершенства. А привить другому танцевальное мастерство – задача еще более трудновыполнимая. Но актюбинские хореографы с этой миссией прекрасно справляются. День хореографа – праздник, посвященный тем людям, которые бережно хранят и приумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему окружающих. Татьяна Хорякова восьмой год работает хореографом. В студии танцев наша героиня оказалась случайно. Здесь сперва занималась ее дочь. Но руководство, узнав, что Татьяна закончила курсы по фитнесу, пригласило ее обучать детей акробатике, пластике и танцам. Когда-то в своей юности, в любой непонятной ситуации я танцевала. Танцевала дома, танцевала, когда меня никто не видит. Танцевала, когда волновалась, когда нервничала, когда грустила, когда радовалась, тоже танцевала. Нужно заниматься любимым делом. И если вы любите это дело, то вы овладеете всеми профессиональными навыками в процессе, если будет желание обучаться, расти, развиваться. Татьяна тренирует деток возрастом от двух с половиной лет. Тягу к танцам можно привить абсолютно в любом возрасте, считает хореограф. Но характерная изюминка танцевального искусства в том, что заниматься им люди могут начать по абсолютно разным причинам. Не знаю. Тебе сколько лет? Семь. Исполнилось. В школу ходишь? А после школы на танцы? Нет. А когда ты на танцы ходишь? Я ходила еще когда в школу не ходила на танцы. Давно ходишь на танцы? Да, давно. И что тебе нравится в танцах? Мне больше нравится танец, который мы танцуем. И что это за танец? Что там делать? Настоящие человеки. Чем тебе нравится танцы? Танцевать. И растяжка. Растяжка? А почему растяжка нравится? Мы делаем шпакат, тянем ноги. А какие-то упражнения уже выучила? Что научилась делать? Делать колесо и мостик. Хореография – это искусство создания танцевальных композиций, которые могут быть как классическими, так и современными. Хореографы используют свои знания и опыт для создания уникальных танцевальных номеров. Для маленьких деток участие в подобных номерах пока является лишь веселым времяпрепровождением, но в то же время полезным для еще не окрепшего организма. Несмотря на то, что танцевальное искусство было еще в древнем мире, считается, что профессия хореографа сформировалась лишь в 12 веке, когда в Европе возникла необходимость обучения танцам придворных дам и кавалеров. Сам термин – хореография греческого происхождения. Буквально это сочетание двух слов обозначает «рисую танцем» или «запись танца». Международный день хореографа был учрежден в 1992 году по инициативе Международной ассоциации танца. С тех пор этот праздник стал популярным среди профессиональных хореографов со всего мира. Влад Рогушев, программа «Факт». Пресс-секретарь Казахстанской федерации бокса Аян Тулеген прокомментировал вести КИЗ информацию о том, что действующий чемпион мира в весе до 71 килограмма Асланбек Шембергенов может пропустить Олимпийские игры 2024 в Париже, а его заменит другой боксер. Он в ранге фаворита заслужил право поехать на мировой лицензионный турнир в Бусту Арсицию. Это будет второй этап отбора на Олимпийские игры. Как он себя там проявит, посмотрим. Если ему не удастся этого сделать, то его место может занять любой из боксеров, отметил Тулеген. Лицензионный турнир Буст Арсицию пройдет с 29 февраля по 12 марта. На нем будет разыграно 49 лицензий. На данный момент в активе Казахстана две Олимпийские лицензии в боксе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Расширьте возможности в Вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на Ваш сайт или страничку в Инстаграм при просмотре ролика на Рико ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба Медиагруппы Рико. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами Вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения – экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе Медиагруппы Рико. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»!